Приветствую вас. Если честно, я думаю, что мой ответ вам не понравится, потому что будет в моем ответе достаточно много аспектов, которые вам могут показаться неприятными и так далее. Прошло отнести к этому пониманию. Первое. Сама постановка вопроса ваша, что вы говорите, годен ли человек для создания семьи. Сама постановка вопроса уже вызывает, я бы сказал, большие сомнения, потому что годных, пригодных для отношений людей нет и в принципе быть вообще не может. То есть нельзя выстраивать отношения с людьми, да, нельзя выстраивать отношения с, ну, в данном случае с девушками, да, вот. Значит, рассматривая их, рассматривая их, вот с этой, значит, точки зрения, подходит ли она для создания семьи или нет. То есть это так не работает. Это так не работает. Вы либо принимаете человека таким, как он есть, и, значит, относитесь, ну, условно говоря, да, безусловно, безусловно относитесь к нему, к человеку, вот. Либо, либо, либо вы относитесь к ней вот так, как относитесь, да, и всё, соответственно. То есть мне представляется история вот, наверное, наверное, такой. То есть вы пытаетесь подойти слишком осознанно к вопросу отношений. Понимаете? Вот. Вы пытаетесь подойти к вопросу отношений чересчур осознанно. А это, опять же, так не работает. Вот. Потому что отношения, ну, нужно выстраивать, значит, всё-таки более эмоционально, скажем так. Вот. Дальше. Вы пишите о том, вы пишите о том, что у вас уже были отношения. Вы пишите о том, что у вас уже были отношения. Вот. И что они у вас сразу спали. Эти отношения. Фактически. Вот. И я думаю, что тот факт, что вам ваша, ну, предыдущая девушка изменила, да, вот, этот факт нуждается в корректировании. То есть измена любимого человека это всегда в известной степени травма. Вот. И для вас, конечно, будет лучше, если вы, условно говоря, для себя вот этот момент проработаете, да, то есть, например, не будете, допустим, бояться, ну, к примеру, да, вот, не будете бояться, что она вам изменит там и так далее. Вот. Вот. То есть у вас, ну, не будет, допустим, страхов каких-то, да, страхов по поводу того, что человек может вам изменить, допустим. Вот. То есть здесь, как бы, история и момент, он вот именно такой, что вы свои собственные страхи, вы свои собственные страхи, здесь вот можете переносить на девочку. В этом смысле, в этом смысле, в этом смысле слова. Ну. Просто, это просто потому, что не пережили до конца вот эту вот травму, которая у вас была. А, дальше, дальше. Вы пишите, что вы впыльчивый. Вот. И это тоже, это тоже необходимо, корректировать свою впыльчивость. То есть, что значит, я впыльчивый и всё, и делать, типа, ничего не надо. Вот. Вот. Это, опять же, деструктивная детская профессия. То есть, ваша впыльчивость, это как раз таки зажимы эмоциональные. То есть, там, где нужно эмоции свои выразить, вы их не выражаете, но зато болезненно относитесь вот к какому-либо проявлению нашей ситуации. То есть, эмоции вас выражают в половинообразных. С ними нам необходимо вам, вам. Вот так. Далее. Вы пишите, что девушка не самостоятельна. Она так и будет не самостоятельна. Она так и не будет знать цену деньгам. Это не делает её хуже. Для вас. Это делает её просто такой. И если вы, к примеру, скажете, что, ну, что, извини, допустим, ты мне не подходишь, то это будет ваше право. Ваше право так сказать. Эээ, ничего, как бы, постыно в этом нет. Но она обязательно найдёт кого-нибудь ещё. Вот. На мой, на мой взгляд, эээ, значит, то есть, решите для себя, да, вот, готовы ли вы, ну, условно говоря, эээ, ну, принять её, эээ, вот. Такой. Что-то, готовы ли вы принимать, эээ, её не самостоятельность. Если, готовы, то, хорошо. Если вы надеетесь, эээ, к примеру, что она, эээ, там, эээ, поменяется, если вы надеетесь, что она изменится, то, нет, она не изменится. Конечно, она будет, эээ, такой и дальше. К сожалению, это реальность. Хоть и вам это может не нравиться. Вот. Эээ, дальше, значит, вы, по какой-то причине, эээ, считаете? Как вы считаете, какой вы у неё подсчёт? Я так, подозреваю, что для вас это имеет, ну, большое значение, и хотел бы более подробно в этот момент рассмотреть, почему вы считаете, почему вы склонны считать. Для вас это важно. Вы, там, не знаю, к примеру, сравниваете, эээ, себя, себя, вот, с другими мужчинами, например, или как. Так. Следующий момент. Она, эээ, значит, эээ, ну, отношения свои, эээ, ну, по сути, ээээ, как бы так сказать, ээээ, не заканчивают. Да? Вот. То есть, эээ, то есть, эээ, ее отношения, они, вот, ээээ, перетекают плавно из одних в другие. Это, ну, как бы наводит на мысль о том, что девочка, девочка не самостоятельна не только в плане финансов, но и психологически. То есть, она, она, это означает, что она, эээ, податлива в ветру. Да, она податлива, ее могут, вот, она неустойчива, но нет своей, своей четкой позиции. Вот. Она зависима от людей, от своих родителей, от окружающих, вот. Она зависима. И, опять же, момент. Если вы не готовы ее принять такой, не готовы принять, она, она может ошибиться, что она может, эээ, там, ну, я не знаю, сделать, ээээ, что-то не так, ээээ, и так далее. Если вы готовы ее принять, готовы принять ее, эээ, возможные ошибки, возможные какие-то всплески, то хорошо. В таком случае, я думаю, можно, эээ, ну, можно сказать о том, что у вас действительно может, эээ, что-то получится. Вот. У вас действительно есть, в таком случае, ээээ, буду, будущее, будущее. Вот. Ну, если вы не готовы ей, эээ, прощать каких-то ошибок, да, если всё идёт, там, ну, только, вот, пока, то есть, вот, пока она ведёт себя так хорошо, там, и так далее. То есть, я думаю, что, нет, нет, она вам не подходит. Опять же. То есть, у меня нет ощущения, что вы готовы принимать ее, эээ, такую, какая она есть. То есть, у меня нет, у меня нет такого ощущения, у меня нет ощущения, что вы готовы ее принимать. Потому что вы, эээ, сами боитесь. Вот. У вас есть сомнения в том, что она там, к примеру, эээ, с вами из-за, допустим, тех же, тех же денег. Вот. У вас есть, эээ, сомнения в этом, сомнения в том, что она с вами из-за денег. И это, ээээ, это тоже момент, это тоже нюанс, нюанс, да, вот. Эээ, ну, почему вы, эээ, насколько вас эта тема волнует, что вот всё, что она, там, с вами, с вами может быть из-за денег и так далее. Вот. То есть, для вас важно, чтобы она вкладывалась, вкладывалась в вас. Ну, вот, понимаю, понимаю. Нельзя человека рассматривать как, эээ, изначально, да, как, эээ, своего супруга, эээ, потенциального, нельзя. Можно рассматривать человека как, эээ, ну, просто, вот, как, эээ, как, эээ, партнёра, с которым, эээ, вам, эээ, здесь и, и сейчас, вот, вот, прямо, вот, просто здесь и сейчас. А, эээ, хорошо. И всё. Что будет в дальнейшем, эээ, как бы, смысла нет. Эээ, думать, думать, потому-то всё меняется. Ну, вот. Если вы сейчас ориентированы на карьеру, то имеет смысл, ну, наверное, просто признать, что к семье вы не готовы. Потому что вы хотите создать семью с ней, но вы не хотите делать счастливой её. Понимаете? Вам нужна эта семья, а не быть с ней, с ней и делать её счастливой. В купе с вашими страхами и с вашей неуверенностью в себе и по какой-то причине зашкаливающими эмоциями, я просто не очень понял, почему ваши эмоции зашкаливают и что произошло. Но я думаю, что, эээ, вы не готовы, эээ, создавать с ней семью. Вот. Эээ, поскольку написали вы много, поскольку написали вы много, то я, наверное, перечитаю ваш текст сейчас. Чтобы ничего не забыть. Значит, пригодна ли данная девочка для создания семьи? Это вопрос потребительский. Это человек. Человек не может быть пригоден. То есть этим вы умаляете достоинство личности тем, что так ставите вопрос. Значит, вы к отношениям подходите по большому счёту, эээ, с точки зрения расчёта. Вот. Не с точки зрения духовности, а с точки зрения расчёта. Дальше. Отношения между людьми для вас, судя по тому, что вы пишете. Ага. Значит, отношения с другими людьми для вас это, ну, как вам сказать, это своего рода, может быть, пазл. Так вот мне, так вот мне видится, что вы вот принимаете отношения с другими людьми. Как пазл. То есть мне столько лет, ей столько лет, эээ, вот, ну и соответственно, да, вот мы, можем ли мы, там, эээ, к примеру, да, вот, можем ли мы, к примеру, быть вместе. Вот. Если, там, мне столько, мне столько лет, ей столько лет, у меня такие данные черты и характеристики, вот, значит, у неё такие данные черты и характеристики, вот, можем ли мы быть вместе. На самом деле, это вот ваш такой, эээ, сверх расчётливый подход, да. А он, как бы, ну, не принесёт вам ничего, эээ, позитивного. Потому что, я понимаю, что вы пытаетесь, эээ, сделать так, чтобы себя обезопасить, вот, но вы себя обезопасить на самом деле не сможете от всего вообще, от всего вы себя обезопасить не сможете. Вот. Поэтому, эээ, и пытаться этого делать не стоит. Опять же, эээ, если вы, эээ, к примеру, эээ, хорошо знаете эээ, себя, то ээээ, необходимость, необходимость в ээээ, такого рода, эээ, поведении, да, у вас, ну, просто-напросто не будет. Вот. Это нужно, эээ, учитывать. Это нужно учитывать. Понятно, да, о чём идёт речь? Дальше. Идём. Кхм. Так. Высшее образование рос, эээ, в полной, эээ, семье, но были проблемы. Ну, вот эти проблемы, наверное, и, ээээ, влияют, ээээ, сейчас на вас. Как, каким-то образом. Каким-то образом и, как-то. Вот. Я, опять же, не знаю как, да, но, как-то влияют эти проблемы. То есть, эти проблемы в семье нужно рассматривать, корректировать, разбирать, потому что они на вас влияют. К сожалению, эти проблемы, они на вас влияют и они лишают вас свободного, ээээ, значит, ээээ, поведения. Они лишают вас свободного поведения в отношениях. Все, вот, например, девушкам. Может быть, эээ, может быть, даже, именно из-за этого что-то в вашем, эээ, поведении, да, ээээ, подталкивало девушку вашу, вот, бывшую, эээ, к тому, чтобы вам, эээ, изменить. Вот. То есть, проблемы. Какие проблемы были у вас? Если вы говорите о том, что они у вас, ну, имели место быть. Дальше. Эээ, значит, в общении с противоположным полом проблем не было. Забираю числ в аспернатуре так. Только надпустовать на ноги, должность хорошая. Решевой один, платить не надо. До этого снимал с другом, значит, до 36 тысяч, работал за копейки, денег еле хватало. Был невидачный опыт в отношениях. Так, ну, должность хорошая, эээ, пишите вы, должность, должность хорошая. Но деньги есть навсегда. То есть, как-то странно. Значит, так, она не изменила, мы расстались. Измены никогда не бывают просто так. То есть, у измен всегда есть, эээ, ну, причины, какие, какие. Вот. И то, что вам, ваша девушка изменила, это, ну, еще раз повторяю, это внутренние проблемы в отношениях. Вот. Какие проблемы именно? Какие проблемы? Нужно разбираться, потому что, ну, так вот, конечно, эээ, ну, не скажешь, так не скажешь, какие проблемы. Но какие-то проблемы есть, соответственно, и номер отмяток. Вот. А-а-а-а. Потому что, измены, да, еще раз, что вы поняли, из измены. Эээ, просто так, измены не бывает. У измены обязательно есть, эээ, какие-то, вот, основания под собой, как правило. Дальше. Дальше идем. Так, эээ, значит, ну, и, соответственно, как вы восприняли. Вот вы пишите, теперь с осторожностью, вот, эээ, с осторожностью отношусь, эээ, значит, эээ, ну, к эээ, девушкам. Да? С осторожностью отношусь к девушкам. С осторожностью отношусь к девушкам. А-а-а, что мотивирует вас? Что вас мотивирует? Эээ, эту осторожность, условно говоря, проявлять. То есть, эээ, ну, по какой причине вы проявляете осторожность, чего вы сами опасаетесь, чего вы сами боитесь, может быть, если боитесь. То есть, что вас больше всего напрягло, вот, в, эээ, поведении, опять же, своей, бывшей, бывшей девушки? Ведь совершенно очевидно, что, эээ, что-то, что-то напрягло. Совершенно очевидно. Вот. Ну, давайте, значит, эээ, подумаем, что именно напрягло, напрягло вас. Дальше, ээ, так, ээ, значит, мы со двоих встречаемся уже больше года, она не ваша, не со двоих, к чему, как вы поняли, это раздельно, она с родителями. Ээ, ей двадцать шестире, учились вместе два года, я смеха ради подкатывался, не игрался, не игнорил, никогда не скрывал, что есть парень, была вообще старость. Что нравилось мне, изначально считалось, что это взаимно, казалось верным. Ну, слушайте, вы здесь, вот, пишите, что смеха ради к ней подкатывали, смеха ради, эээ, как бы, смеха ради, знаете, не подкатывал. То есть, вы здесь, опять же, вот, идёте в разрез со своими чувствами. То есть, вы либо, вы либо, эээ, признаёте себе хотя бы сами, вы признаёте себе сами, что вы, эээ, там, допустим, что-то чувствуете, если вы признаёте сами, что вы, эээ, ну, чего-то хотите, допустим, от неё, что она вам нравится, либо нет. То есть, иначе, эээ, по-другому никакого, эээ, прогресса у вас не будет. Вот, это я вам совершенно точно могу сказать. Дальше. Так, образованные любят читать, учатся в асферантуре. Вклад в окно, про плюсы мы про плюсы говорить не будем, я только скажу следующее. Эээ, вкладывается в меня, а денег не жалеет. То есть, для вас, вот, именно нужно, чтобы у вас вкладывались, эээ, деньги. Чтобы, вот, деньги. То есть, для вас, для вас, для вас это показательно, что вы важны. То есть, ну, я чувствую. Ах, тут прислушиваться ко мне, вы чувствуете себя значимым, значимым. Эй. А вот это тоже важно. Чувствовать себя значимым. Есть о чём поговорить. Так, это хорошо, со мной оно точно не из-за денег, но это может быть связано с временным любовным угаром. А не очень понятно, вообще, это плюс или минус. То есть, опять же, это ваш страх в себе. То есть, знаете, это вы боитесь, это вы боитесь, вы боитесь, эээ, того, что она с вами, эээ, там, из-за денег. Это ваш страх. По сути. Вот. И, как бы, ну, вот, эээ, вопрос. То есть, вы, получается, переносите на неё свои какие-то вот желания. Да? То есть, вы говорите, что вот она не из-за денег со мной, что, там, вот, эээ, что вот она, ээээ, ну, в меня вкладывается, вкладывается и так далее. Вот. То есть, вы меня извините, но это похоже просто, это просто похоже на какую-то, знаете, попытку, на какую-то попытку, на желание убедить себя, просто убедить себя в том, что она со мной не за денег, нет. Нет, она со мной не за денег, если нет, нет. Знаете? Какая штука. Вот это вот, это, ага. Так вот, так вот это, ну, видится мне. То есть, я, может быть, не прав здесь. Я не говорю, что я обязательно должен быть прав. Вот. Ну, мне кажется, мне кажется, что это вот имеет, ну, место быть, как минимум. Дальше. А, так, значит, сектор на новом инициативе отходит от неё, хочет счастье, но это может быть и минусом, так иногда меня это напрягает. Можно сказать, что хочет женщина, хотя давно, понимаете, надо стоять на работе. То есть, вот, сексуально у вас наблюдается, получается, такой, ну, можно сказать, раздрай, да, то есть, вы не совпадаете по сексуальному темпераменту, получается. Ну, опять же, вот, из того, что вы пишете сами. То есть, я, вот, просто, как бы, беру, я просто беру вот то, что вы даёте нам сейчас. Да. Так, эээ, значит, соответственно, должна понимать, что мне надо устоять на работу. То есть, должна понимать, какие-то завышенные ожидания идут. Резко, но бывает истерики воспоминания, что, вот, значит, это очень напрягает. На первое происпрощение. Слушайте, ну, к истерикам, девушке, я бы сказал, относиться нужно более, чем адекватно. Да, потому что, почти все женщины стерят, это нормально, как бы, вот. То, что вас это напрягает, ну, это, как бы, вопрос к вам. Почему вас это напрягает? Понимаете? Это вопрос именно к вам. Почему меня, то бишь, вас, это напрягает? По какой причине вас это напрягает? Чем вас это напрягает, особенно, особенно. Особенно. Если учесть, вот, если учитывать, особенно, что вы сами, ну, вспыливаете. Вот. То есть, тут, как бы, вот, не совсем понятная история, да, не совсем понятный момент. А то, что вы, вот, сами вспыливаете, то, что вы сами, ну, по сути, перестаёте себя контролировать в этот момент, вас это не напрягает? Вот. Вот. То есть, как бы, этот момент, мне кажется, ну, как, как, как минимум, нужно рассмотреть. Потому что он важен. Дальше, значит, так, вот, значит, вы, так, значит, дальше, я у неё, значит, третий, так, во время отношений случился монетный роман. Так, ну, по поводу того, что вы, кто вы у неё, какой вы у неё, значит, я думаю, что это связано с её, такой вот неуверенностью, или неуверенностью в себе, я думаю, связано. Вот. Относиться к этому серьёзно? Нет, я не считаю, что к этому можно относиться серьёзно. Вот, вполне возможно, что она будет и вас, то есть, как бы, будет встречаться с другими параллельно. Вот. Но к этому нужно относиться по мышке спокойно сдержанно, да, то есть, как бы, до измены, конечно, не доводить, до измены не надо, там, стерпеть и так далее. Вы не подумайте, чего плохого, что я вас здесь призываю, но, как бы, вот, важно, именно важно, чтобы вы, как бы, понимали, что это поведение незрелого человека. То, что, ну, то, что она делает. Вот. И её, как бы, незрелое поведение, оно, оно продолжается, оно будет продолжаться с вами. Вот. Другое дело, как вы это всё воспринимаете? То есть, как вы воспринимаете то, что вы у неё не первые, а, там, в какой, вот, вы говорите про свечку, про что-то ещё, вот это всё зачем, для чего, насколько это всё для вас важно. Понимаете? То есть, это, вот, серьёзно. А, так. Дальше. Контроль её родителей не самостоятельно сохранится, потому что, о, у нас ждёт, это вопрос, личных границ и умения говорить нет самой девушке, а не вас. И если девушка не умеет говорить нет, то лично я не стал бы ждать, я не стал бы ожидать, что она внезапно научится это делать. Вот, я не стал бы этого ждать, я думаю, что, ну, что не будет, не будет такого, не будет, она продолжит, она продолжит зависеть от родителей. То есть, тем более, что вы там описываете привязку, а привязка у неё, ну, такая, достаточно, ну, достаточно серьёзная привязка к родителям. Вот, к сожалению, то есть, если вы не готовы к тому, что родители будут так, так или иначе находиться в ваших отношениях. Вот, ну, соответственно, опять же, возможно, тогда и не стоит, не стоит вам с ней сближаться, не стоит вам с ней продолжать дальние отношения. Вот, потому что, ну, всё вот по той же причине, что я не думаю, что она поменяет. Дальше. Компьютерная игра отсутствует работы. Она допоздна онлайн в игре. Своим бывшим они, значит, там познакомились. И не факт, что сейчас они с камнями общаются. Это скорее ваша ревность и неверность в себе. Говорят о себе. Всё это из-за первой избытка. Так. Родители заключают домашним, это всё не то. И если у меня мало денег, отказывая на это нас с пониманием, так, значит, я должен подняться на ноги. Слушайте, ну, вы начали говорить про компьютерные игры, а закончили тем, что он может спросить куда-нибудь сходить или сказать что-нибудь. То есть, это вообще, как бы, не относится к этому, что странно, отказывается, что у неё, как бы, есть деньги. То есть, потварить. Вот. Значит, что касается сути, да, вот именно сути, если мы говорим прям о сути, то, ну, я думаю, что она играет в игры компьютерные в том числе, потому что они для неё, ну, как бы, более интересные. Сейчас, вот. И если, ну, допустим, если вы не хотите, чтобы она играла, ну, вот, то, ну, нужно тем-чем-то её привлечь. То есть, нужно, чтобы у неё был живой интерес. Вот. То есть, меня, грубо говоря, не покидает ощущение, меня не покидает такое ощущение чувства, что вы просто, вот, взяли какой-то макет, да, и пытаетесь теперь этот макет сделать, вот, там, условно говоря, ну, подстроить макет под себя. Вот. Я не покидает такое ощущение, если честно, что, опять же, ну, не является чем-то правильным и уважительным по отношению к девушке вашей. Вот. Дальше. Бывает, замкнутая компания, ну, когда выпьется, в ней приступает другая личность, ну, да, с этой, вот, подавленной, подавленной родителями, личностью, вот. А, в связи с тем, что моя першостепенная, ну, целец карьеры, я пока не хочу. То же время рассматривать потенциальную жизнь, ну, нельзя рассматривать потенциальную жизнь, ну, всё-всё-всё-всё-всё-всё. Понимаете, не может она быть потенциальной вашей женой, она может быть вашей девушкой только здесь и сейчас, всё, она больше не может быть никем. Вот. Потенциальную жену вы её рассматриваете как потенциальную жену, рассматривая её так, вы, по сути, по сути, ну, расписывайтесь в том, что воспринимаете её исключительно, вот, в контексте своих желаний. Вот. Исключительно в контексте своих, ну, допустим, амбиций, своих каких-то, вот, притязаний, может быть, и так далее. Вот. Что неприемлемо, если вы хотите выстраивать отношения, адекватные отношения с, ну, с девочкой. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вам ответить, ответить вам можно так. Вот. Вот. На мой взгляд. Вот именно, если исходить вот пока из того, что вы описываете. Так, значит, в голове будто загнал тревоги молодым испортить себе жизнь. Понимаете, тревога ваша, она действительно есть, но не имеет ничего общего на самом деле с тем, что вы можете испортить себе жизнь. То есть, тревога связана с вашей неуверенностью, с вашими страхами. Вот. И нужно брать личную ответственность, личную ответственность именно на себе, на себя. За то, что происходит с вами. То есть, как можно испортить себе жизнь, как вы можете себе жизнь испортить, если будете, ну, условно говоря, да, идти просто своим путем, да. И все. И все. Как вы можете испортить себе жизнь? Это невозможно. Вот. Если вы, еще раз повторю, в себе не уверены, если вы в себе не уверены, то да. Тут вопрос, конечно. Но, но, в остальном нет. Понимаете, какая штука? Тут это ваш личный страх. Страх и, в том числе, я полагаю, страх близости. Как у вас. Вы сами близости страшитесь. Вы не знаете, как это. И в отношениях, я полагаю, вы стремитесь к слиянию, по всей видимости. Ну, вот. То есть, вы стремитесь к слиянию, к слиянию полному. А когда этого не происходит, вот, начинают отталкивать, значит, значит, партнера. Вот. Что приводит к измене. Вот. Ну, так мне видится. Так мне видится, по крайней мере. Поэтому, разобраться вам нужно, в первую очередь, наверное, все-таки с собой, с того нужно, да. Свои проблемы. А потом, если решить, принимаете ли вы девочку полностью, такой, какая она есть или нет. Потому что сейчас у меня нет ощущения, что вы девочку принимаете, что вы принимаете её полностью. Я думаю, что вы не принимаете её полностью, даже себя полностью не принимаете. Ну, и эта вот история о том, что она моя, там, потенциальная жена и прочее, это схоластик. Вот. Ну, по моему мнению, холастик. Потому что, ничего общего, реальной какой-то вот, жизни, да, не имеет. Вот. И сейчас вы хотите, чтобы мы вам подсказали путь, но этот путь, это вам принято решение. Для того, чтобы решение принять, мы можем вам, значит, помочь. Вот. Мы можем помочь. Но разобраться в первую очередь в себе, а не в ней. А вы хотите, по сути, чтобы мы дали какой-то уникальный рецепт отношений. Вот. Что можем сделать мы, что могу сделать я, в частности. Вот. Я могу провести анализ совместимости ваших эго-состояний. Насколько вы друг другу подходите. Вот это я могу сделать. А решение вы будете принимать. Проблемы свои. Проблемы. Проблемы. Вы будете решать сами. И вот, когда вы решите свои проблемы, когда вы решите свой страх, тревогу, которая сейчас есть у вас. Вот. Тогда, я полагаю, уже можно будет вести речь как раз о том, готовы ли вы с этой девочкой быть. Вот это всё. Что такое, что ли? Ну, согласитесь, просто, просто было бы странно, если бы мы могли вам вот ответить, что, ну, что, да, ты знаешь, тебе подходит она, да, ты знаешь, тебе подходит эта девочка. Это было бы странно. Я надеюсь, что вы понимаете. Я надеюсь, что вы отдаёте себе в этом счёт. Вот. На этом всё. Ага. Знаете, мне показалось, что играете вы в игру, есть такая игра психологически называется «Попался, сукин, сукин, сын». Это смешное название. Попался, сукин, сын. Вот. А где пытаетесь увидеть девочке какой-то вот нюанс, какой-то косяк, который вас подвигнет от неё отказаться. Нужно отказаться от отношений с ним, с ней, а сами отношения для нас уже сейчас выглядят, ну, достаточно, достаточно, такими, как бы, так сказать, достаточно громоздкими, достаточно тяжёлыми. Вот. Если у вас отношения тяжёлые, то это не отношения. В отношениях должно быть легко, как вы понимаете. В отношениях легко. В отношениях легко. Если вы не чувствуете, что вам легко, допустим, то, значит, вы в отношениях ради себя. Это, ну, не в родичеке отношениях. К сожалению. Ну, вот так. Я полагаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне ей куличку. Я буду рад помочь. Вроде бы я ничего не забыл, но, знаете, вот, мне есть ощущение, что у вас противоречие. Было противоречие. Вот. Ну, оно у меня, я хотел о нём сказать в самом конце, но он... Ам... Подзабыл. А, ну, вы знаете, вот у вас, эм... Вы пишите, карьера, жениться не хочу. Если не хотите жениться, ну, жениться в чём проблема. Для чего вы врёте? Врёте маме её, и почему вы тётка свою позицию не обозначает? На что вы надеетесь? Вот какие у вас вообще ожидания? Понимаете? М-м-м-вот. М-м-м. М-м. Вы слишком много, вы много возлагаете на отношения. Вы слишком много, вы не свободны там. М-м-м. И отношения пытаетесь построить по принципу наибольшей безопасности, что нереально. М-м-м. Так что базовые проблемы это ваш страх в близости и то, что вы вообще в близости не... ну, не чувствует себя комфортно до конца в близости. Вы прямитесь в состоянии. Вот. И вытекающая из этого проблема это личные границы. Существа личных границ. Вот это вот, э... История, которая, на мой взгляд, э... нуждается в самом пристальном внимании. И... э... Именно ей, именно ей, нужно быть предметом индивидуальной работы вашей. Э... Э... С психологом. Вот. В каждый год вы можете вместе с девушкой обратиться, э... на индивидуальную консультацию, да, то есть на совместную консультацию. Вот. Вот. Поговорим, обсудим все моменты, которые вас беспокоят, вас волнуют. Вот. И будет видно, что делать дальше вам, если уж так. Будет понятно, что... все... по-взрослому... сделать. Слышим. Слышим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Ну, и если оцените, м... мм... Значит, время, которое я поддратил на ответ, тоже буду благодарен. А... Значит, э... Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Продолжение следует...